Здравствуйте, коллеги! Тема нашего занятия — отдел папоротникообразный. Нам надо рассмотреть строение папоротника, рассмотреть его цикл развития и поговорить о разнообразии этого отдела. Итак, начнем. Рассмотрим строение папоротника. Ну, кое-что нарисуем. Если вот эта линия — это уровень земли, уровень почвы, подземные части папоротника представлены корневищем. От корневища отходят корни. Надземные части представлены особыми листьями. Надо сказать, что у папоротника не совсем обычные, не совсем привычные нам листья. От обычных листьев, тех растений, которые мы можем увидеть за окном, тех растений, которые являются цветковыми, листья папоротника отличаются некоторыми существенными отличиями. Во-первых, у папоротника лист растет, ну, неограниченное время. Во-вторых, на нижней стороне листьев папоротника располагаются споры в мешочках-спарангиях. На привычных нам листьях, ну, я не знаю, у тополя, у клена, у каких-нибудь травянистых растений вроде подорожника, у всех цветковых растений, словом, мы никогда никаких спарангиев со спорами на нижней части листьев не увидим. Поэтому перед нами, как полагают, справедливо полагают ученые, не совсем листья. Перед нами особые образования, которые являются чем-то средним между веткой и листом. Папоротники древние растения, у них вот эти части еще не такие совершенные, как у привычных нам цветковых растений. Вернемся. Листья папоротника называются вайи. Именно потому они и получили особое название, что они не совсем такие же листья, как у цветковых растений. С нижней части вайи располагаются спарангии со спорами. Эти спарангии выглядят как своеобразная небольшая люстра. На тонких ножках шарики со спорами действительно выглядят вот похоже на потолочный светильник. Кроме того, для защиты служит особый вырост, который как зонтик закрывает вот этот пучок спарангиев. На всякий случай. Пучок спарангиев называется сорус, а вырост в виде зонтика, который защищает сорус, пучок спарангиев, этот вырост, зонтик называется индузий. Если мы нарисовали спарангии, значит, в чередовании поколений перед нами бесполое поколение спарафит. Ну, у гометофита мы никаких спарангий бы не увидели. Пора перейти к циклу развития папоротника. Посмотрите. Из спарангиев, когда в них созревают споры, эти споры начинают вылетать. Сами спарангии приспособлены для этого. Когда споры в них уже созрели, спаранги особым образом трескаются, а часто даже еще и выворачиваются наружу. Споры от этого вылетают, летят по ветру. Споры очень легкие. И по воздуху они могут просто как пыль отлететь на значительное расстояние от папоротника, от той ваи, где они, собственно, образовались. Из спор, когда они падают на влажную почву, начинает образовываться следующее поколение. Вспомним по чередованию поколений, коллеги. Из спор должно вырасти половое поколение. Половое поколение папоротника совершенно не похоже на бесполое. Помните комплимент, которым старуха Шапокляк одарила крокодила Гену? Она сказала, это хорошо, что вы зеленый и плоский. Вот примерно так можно охарактеризовать половое поколение. Крохотная зеленая пластинка. Ну, как крохотная? Примерно с ноготок размером. Немножко похоже на сердечко. Самое главное, что у этого маленького плоского зеленого сердечка есть, находится не с верхней стороны, а с нижней. Вот давайте нижнюю сторону сейчас и нарисуем. От нижней стороны гометофита, вот этого зеленого плоского сердечка, во-первых, отходят тонкие ниточки. Это не корни. Это резоиды. Те самые резоиды, о которых можно услышать в теме водоросли или в теме махообразные. У гометофита, у полового поколения папоротников настоящих корней нет. Он прикрепляется к почве резоидами, теми же органами прикрепления, что были у древних-древних растений, у его предков. Увидим мы здесь и более важные части. Например, мы увидим небольшие мешочки, в которых должны созревать яйцеклетки, ведь перед нами половое поколение. Мы должны найти, где здесь образуются половые клетки. Итак, яйцеклетки созревают недалеко от выреза, который делает нашу пластинку и похожей на сердечко. Рядом, но ближе к краешку, располагаются другие мешочки. В этих мешочках, которые по краю идут, созревают сперматозоиды. И вот здесь понятно, почему у гометофита, у полового поколения папоротника вот такое строение, почему он такой плоский. После дождя вода затекает под тонкую узкую пластиночку и некоторое время там остается. Там образуется влажная среда, по которой сперматозоиды из своих мешочков переплывают к яйцеклеткам. Итак, перед нами гометофит. Гометофит этот, как вы можете заметить, обоеполый, то есть он гермафродитный. И под ним образуется влажная среда, по которой по вот этой водяной пленочке переплывает сперматозоид к яйцеклетке. Это означает, что происходит оплодотворение, и там, где только что были яйцеклетки, уже образуются зиготы, то есть оплодотворенные яйцеклетки, первые клетки нового будущего организма. Из зиготы в чередовании поколений, вспомним, всегда вырастает спорофит, новое бесполое поколение. Вот, коллеги, у нас и замкнулся жизненный цикл папоротника. После оплодотворения из зиготы мы снова можем перейти к крупному папоротнику, к бесполому поколению, с которого мы и начинали. Заметим, когда мы говорили о мохообразных, можно посмотреть в соответствующем уроке, мы отмечали, долгоживущим и относительно крупным является половое поколение, у мохообразных крупным является поколение половое, гометофит. А спорофит мохообразных маленький и паразитирует на гометофите. У папоротникообразных все наоборот. Крупным и долгоживущим является поколение бесполое, а половое поколение у папоротникообразных, крохотное, маленькое, достаточно быстро отмирает. Можно сказать, что папоротникообразные в чередовании поколений, в отличие от мхов, сделали ставку на бесполое поколение. Именно оно, как говорят ученые, доминирующее, господствующее, то есть долгоживущее, долго не отмирает, а половое поколение живет очень короткой жизнью и, можно даже сказать, нужно только для того, чтобы провести оплодотворение. На этом мы заканчиваем наше занятие по теме папоротникообразные. Спасибо за внимание, коллеги. Спасибо. Спасибо. Спасибо.